Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Вот собираются провести так называемый референдум, или что это будет, уже теперь в Херсонской и Запорожской областях Украины. Как это вообще состыкуется с заявленными целями так называемой спецоперации, когда защищать собирались Донбасс? Ну, последовательности никакой спецоперации, конечно, искать уже давно не приходится. Цели постоянно меняются, они вообще плохо заявлены, плохо объяснены. Каждый раз приходится придумывать их заново, в некотором смысле снова. И мне кажется, что на самом деле не факт, что эти референдумы в итоге состоятся, или, по крайней мере, состоятся так быстро. Мне кажется, что Кремль в данном случае ищет какую-то дополнительную переговорную позицию. Еще один рычаг влияния на и Украину, такую непокладистую, и такую воинственную, и на Запад. Потому что мы видим, что Херсонский, в частности, референдум, он заявлялся не в марте, или, по крайней мере, на цели апреля. И в итоге выяснилось, что просто нету достаточного количества оккупационных администраций. Если в Крыму действительно люди готовы были сотрудничать с российскими властями, то за пределами Крыма такого единодушия точно не наблюдается. Кирилл, вот еще мы видим, что по ходу этой спецоперации, на самом деле, конечно, войны, Кремль очень скудно предъявляет какие-то идеологические обоснования того, что происходит. Ну, то есть, на самом деле, за словами демилитаризации, деноцификации мало что стоит, и никакого ощутимого какого-то посыла россиянам не предъявляют. И издание «Медуза» в той же статье пишет о том, что Кремль готовится создать какую-то новую государственную идеологию, и сейчас активно занимается ее строительством, даже проходят какие-то публичные мероприятия, слушания с какими-то приглашенными экспертами, которые пытаются, в общем, эту идеологию создать. Как вы на это смотрите? Действительно ли идеологии никакой нет, и Кремль пытается восполнить каким-то образом это пустое место? — Последние волны популизма в целом, а путинский режим, безусловно, популизм, хотя и чрезвычайно кровавый, и чрезвычайно такой своеобразный, они все исходят из идеи о том, что, в принципе, не надо с людьми говорить на каком-то одном языке, не нужна одна единственная идеология, связанная вместе, нужно разным группам граждан говорить разное. Ну, там, знаю, айтишникам нужно сказать, что у них не будет конкурентов, военным нужно сказать, что они самые великие, у них бесплатные квартиры. Значит, да, там, национальным республикам нужно сказать, что вы через войну найдете какие-то свои социальные лифты. Мне кажется, что Путин, в принципе, этим и занимается, он человек, который обеспокоен сохранением своей власти, никакой другой идеологии за этим не стоит, и он готов, ну, как мы теперь уже видим, любыми средствами, там, вплоть до ядерной войны потенциально, да, защищать свое право быть вот этим таким историческим избранником России. Это накладывается вот такой, такой попури популистское, оно накладывается и на некоторый имперский характер, что ли, происходящего, такой квази-имперский, потому что, ну, вот, посмотрите, Кадыров заявляет, что то, что происходит, это джихад. А, значит, Проханов, писатель ультраправых взглядов консервативный, заявляет, что это священное восстановление Руси, матушки, одновременно Советского Союза. Зюганов в этом видит, конечно, Советский Союз. Значит, бурятам или калмыкам, буддистам, им говорят, что это, возможно, какое-то вот тоже, что там Шойгу, это какой-то аватар, там, значит, древнего война, да, например, какого-то, связанного с их культурой. Здесь каждый может найти свое для того, чтобы просто пойти и умереть за Владимира Путина. Они совершенно не заботятся о том, насколько это связано выглядит. Я буду очень рад, на самом деле, если они сейчас, ну, меньше будут заниматься войной, а больше будут заниматься построением идеологии, потому что мне представляется, что их ждет тотальная фиаско на этом пути, потому что совершенно очевидно, что идеология России состоит из двух вещей сейчас. Во-первых, мы хотим жить комфортно и поехать на шашлыки в ближайшее время. Во-вторых, мы самые великие, и никакая Америка нам не укажет. Вот сейчас идеология России такая реальная выглядит примерно следующим образом. И сделать из нее какой-то долгосрочный проект еще с привлечением так называемых лучших умов, это означает, ну, просто украсть много денег и, возможно, на шашлыки не заниматься. Ну вот я перед, прости, Александр, когда каталась к этому эфиру, пришлось читать журнал «Россия в глобальной политике», и там Дмитрий Тренин пишет, что официально наша страна определяет себя как многонациональное государство, точнее, однако, будет называть Россию державой цивилизации. Что, по-вашему, это значит? Что такое держава цивилизация? Пытаются ли они возродить империю и пытаются ли найти в этом какие-то идеологические обоснования того, что сейчас происходит? Ну, мне жаль, конечно, что Дмитрий Тренин занимается производством такой афинеи. Он вроде бы был хорошим экспертом. И с Федором Лукьянов, главный редактор этого теперь пропагандистского журнала, в общем, не глупый человек. Я имею в виду Россию и глобальной политики. Мне кажется, что мысль очень простая, на самом деле. Не обязательно использовать такие длинные слова, как держава цивилизация. Мысль простая. Были два великие бессендарства в течение последних лет истории. Ну, когда-то это была, не знаю, Великобритания, а потом Великобритания и США. Потом на эту роль претендовали глобально нацисты и японцы, например, во время их национализма эпохи. А потом, собственно, наступил желанный для нас сюжет «Полодная война и биполярный мир», соответственно, Советский Союз и США. А потом Россия потерпела поражение. Возникла новая пара Америка и Китай. И то, что с точки зрения экспертов вроде Тренина, чем Россия сейчас занимается, она пытается себе найти место под солнцем, чтобы стать третьей. Ну, такое геополитическое. Я очень не люблю все эти геополитические штуки. Я вообще считаю, что в основном это все проходимство, вот именно само рассуждение про геополитику. Но, кажется, в общем, Владимир Путин решил сообразить на троих. Да, и вот как бы есть Китай, есть США, и Россия хочет быть третьей. А что значит быть третьей? Это означает иметь территорию подконтрольной Российской Федерацией за ее пределами. Потому что в главе Путина и в главе экспертов России в глобальной политике мир, безусловно, поделен между новыми империями или новыми великими державами. У Китая есть подконтрольная территория за пределами Китая. Ну, в Африке, например, возможно, с экономической точки зрения, по крайней мере. А у США есть такая откровенная марионетка, как Европейский Союз. Но, опять же, с их точки зрения, они так же, как они людям внутри страны отказывают в какой-то субъектности и в собственной политической воле. Если ты протестуешь против правительства, значит, американский шпион. Точно так же они отказывают и в странах, странам Европы, и малым странам, таким как Латвия, и странам, таким как Польша, в том, что там у людей есть свои собственные ценности, свои собственные интересы. Это все марионетки Запада, а Путин всего лишь робко попросил в этом смысле слова себе свою собственную марионетку в виде Украины. А вот все-таки, возвращаясь к тому, что увидят жители Украины на оккупированных территориях, будет ли Россия их просто аннексировать, либо же вспомнится проект Новороссия 2014 года. Какой территориальный продукт собираются создать власти России на оккупированных территориях? Я боюсь, что они действительно собираются выходить на какой-то такой псевдо-советский союз. Я уже шутил где-то, что это Советский союз только для славян. Как квартиры в Москве, знаете, не даются только лицам славянской национальности. Также вот у нас будет псевдо-советский союз из части территории Украины, Российской Федерации и Беларуси. Но этот проект рискованный, и он потратит много денег, создаст еще дополнительные проблемы. Условия санкций будет тяжело, поэтому мне кажется, что мне представляется, что территориальные вопросы сейчас некая разменная монета в торге с Западом. Потому что Путин, конечно, к этому торгу готов. Он уже сделал несколько таких пробросов. Снимите санкции, мы будем поставлять удобрения и откроем Одессу как порт, который поставляет зерно. Территория – это еще одна… Территория, их статус – это еще один статус, еще один инструмент, еще одна площадка для такого псевдо-дипломатического давления. Значит, если вы нам дадите какое-то послабление, мы не будем аннексировать украинские территории, признаем их в суверенной части Украины. Или, по крайней мере, будем делать вид, что это независимые республики. Будете плохо себя вести, мы будем готовить пять референдумов в каждой оккупированной области. Кирилл, вот мы видим еще, что в последнее время все очень любят спекулировать темой здоровья Владимира Путина. И параллельно мы видим, что очень сильно активизировался Сергей Кириенко, который и приезжает на линию фронта, и появляется на каких-то публичных мероприятиях в самой России. Как вам кажется, хочет стать преемником Путина? Я исключаю, Кириенко не может стать преемником Путина. Он неизбираемый политик, он никогда никуда не избирался. Он был частью фракции ССПС, до середины волевых, но это была маленькая фракция, и он не был ключевым каким-то политическим лицом этой фракции. Там были более популярные политики. Он единственная ассоциация у людей с Кириенко, это то, что его вообще никто не знает в России. То есть, наоборот, его все знают, но все его знают как киндер-сюрприза. Как человека, который устроил зловещий дефолт в 98-м году, и никакой другой публичной репутации за пределами экспертного сообщества у Кириенко нет, и не откуда взяться. Я бы сказал, что здесь в активности у Кириенко другая весть лежит. Вообще факторов может быть много, да, все пытаются себя найти в новых каких-то военных условиях. Я видел сегодня с ней фотографии того же Кириенко, когда он ходит в военизированном френсе. Довольно комитет, конечно, с учетом, опять же, его репутации, такой маленький фюрор. У нас вот еще более активный политик сейчас, Дмитрий Анатольевич Медведев, которого, естественно, никто как политика не воспринимает, при том, что он не только заместитель Совета безопасности России, но и формально руководитель правящей партии «Единой России». Ну, понятно, что это все потешные немного должности, но вот какие есть. Формально они очень существенные. И мы все видели, как риторика Медведева становится все более угрожающей. Он обещает всех повесить, убить, расстрелять в кругов враги, как бы он всех ненавидит и желает их смерти. И это все выглядит нелепо, прождают слухи своего алкоголизма. Я вот пытался с экспертами обсуждать вопрос о том, почему Дмитрий Анатольевич такой свирепый теперь в эти годы, ведь он 10 лет назад был либерал таким-никаким. Кирилл, немножко неплохо слышно, у вас кажется закрыт микрофон чем-то. Да, про супросения. Я в наушниках, микрофон у меня вроде бы в ухе. Не стало ли лучше? Стало лучше. Да, надеюсь, что все будет в порядке. В общем, понимаете, такие люди, как Медведев, как Кириленко, они должны сейчас найти себе новое место под солнцем. Они боятся, что, условно говоря, во всем мог быть виноват Чубайс, но Чубайс уехал из страны. Его точно не посадят и не будут в клетки возить по Красной площади. А, значит, такие люди, как Медведев и Кириленко, их всегда можно отправить в отставку и сказать, что именно они-то во всем и виноваты во всех бедах нашей страны. Поэтому они что должны сделать? Они должны быть самыми страшными, непримиримыми сторонниками рейха. Они должны быть во главе всех движений, связанных с тем, что мы всех победим и всех накажем. И Дмитрий Анатольевич откровенно этим занимается. Ну, что там на уме и у Кириленко, он вроде умнее все-таки. Я не знаю. Но при этом может ли он, например, стать каким-то генерал-губернатором вот этих оккупированных территорий Донбасса? Потому что, согласно порталу «Медуза», он уже стал ответственным за политику, проводимую Россией на оккупированных территориях, после вот ряда других приближенных к Кремлю, приближенных к Владимиру Путину политиков. То есть вот сейчас, согласно опять-таки той же «Медузе», именно Кириленко отвечает за экономическую и даже какую-то идеологию по отношению к присоединенным, оккупированным землям Украины. В этом есть определенный цинизм, потому что должность Кириленко, она вообще-то глава дела управления внутренней политики, ключевого подразделения администрации президента. Он ведь не глава администрации президента, там войной еще есть такой вот человек. И в этом смысле получается, что если Кириленко курирует вот эти республики или эти территории оккупированные, то он автоматически, российская власть, как будто бы их рассматривает как часть Российской Федерации, как часть своей внутренней политики. Это уже заранее создает какое-то напряжение. С другой стороны, один из предыдущих людей, которому такая функция приписывалась, который действительно, видимо, занимался, это был Владислав Сурков, который одновременно после главы управления внутренней политики не занимал, с кураторством или с гауляторством на этих территориях. Но этот человек, в общем-то, примерно с таким же бэкграундом и с таким же примерно политическим значением, просто в чуть более раннюю эпоху. Поэтому есть такое ощущение, что просто, видимо, лично Путин перебирает тех людей, которые не провалят это ответственнейшее задание по, значит, обеспечению имперских убежей его нового государства. Означает ли это, что они непременно собираются присоединять? Я думаю, что однозначно это не означает. Это технические вопросы, вопрос такого шантажа, как мы уже обсуждали. С другой стороны, станет ли Кириенко реальным руководителем, условно говоря, Кирсонской области или там новой Украины какой-то? Я тоже думаю, что нет. Он высокопоставленный чиновник, который показывает, что Кремль относится к этому чрезвычайно серьезно, будет подбирать наилучшие кадры. Вот Кириенко они уже нашли, будут искать теперь новых руководителей оккупированных территорий. Возможно, те, которые сейчас там чем-то рулят, вот эти оккупационные главы, они долго не проживут, как это уже было в ДНР. Кирилл, спасибо вам большое за комментарий. С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор издания «Новая газета Европы».